Веретено, ткацкий челнок и иголка, Девушка-сиротка жила когда-то без отца, без матери, они умерли, когда она была еще ребенком. В конце деревни в избушке жила одна денешенька ее крестная, которая зарабатывала себе хлеб насущный своим умением прясть, ткать и шить. Старушка взяла к себе покинутое дитя, приучила к работе и воспитала в благочестии. 1Когда девушке минуло пятнадцать лет, старушка заболела, подозвала к себе свою крестницу и сказала, 9:"Милая, чувствую, что приближается конец мой. 1Оставляю тебе домик, в котором ты от ветра, и от непогоды будешь всегда иметь приют, сверх того, оставляю тебе веретено, ткацкий челнок и иголку, 2имя ты всегда прокормишься". 9Потом возложила ей руки на голову, благословила ее и сказала, всегда имей бога в сердце твоем, и благо будет тебе. 9Стем и закрыла глаза, и когда ее хоронить стали, крестница пошла за ее гробом с горькими слезами и воздала ей последний долг. 9И вот зажила девушка одна денешенька в маленькой избушечке, работала усердно, пряла, ткала и шила, и на всех делах ее, видимо, 9покоилась благословение доброй старушки. 9Казалось, лен как будто не переводился в ее кладовой, а когда она, бывало, закончит ткать сукну или ковер либо рубашку сошьет, 9на все это сейчас же найдется и покупатель и заплатит щедро, так что сиротка наша ни в чем не нуждалась да еще и другим кое чем помогать могла. 9Случилось, что около того времени сын короля той земли разъезжал повсюду, разыскивая себе невесту. 9Бедной он избрать не смел, а богатую избрать не желал. 9Вот и сказал он себе,:" Моей женыю будет та, которую можно будет назвать и самую бедную, и самую богатую". 5И вот, приехав в ту деревню, где жила сиротка, он спросил, как спрашивал везде, кто здесь, в деревне, из девушек беднее всех и кто богаче всех? 9Сначала показали ему ту, которая была богаче. 4- А беднее-то всех, – сказали ему, – та девушка, что живет в маленькой избушке на самом конце деревни. 9Богатая в полном наряде сидела у дверей своего дома, и когда королевич к ней приблизился, она встала, пошла навстречу и поклонилась ему. 9Он на нее посмотрел, ничего ей не сказал и проехал далее. 9Когда же он подъехал к дому бедной сиротки, она не стояла у дверей, а сидела у себя в комнате. 9Он сдержал коня, заглянул в окошечко и при ярком солнечном свете увидел, что девушка сидит за самопрялкой и усердно придет. 9Она подняла очи и, заметив, что королевич заглядывает к ней в избушку, раскраснелась, как маков цвет, опустила глаза дул и продолжала прясть. 0Пряжа ли была на этот раз очень ровно или другое что, не знаю, но только она продолжала прясть до тех пор, пока королевич не отъехал от ее окошка. 0Тогда подошла она к окну, отворила его и сказала,:"В комнате так жарко!" и все смотрела ему вслед, пока мелькали вдали белые перья на его шляпе. 0Затем она села вновь за свою работу и продолжала прясть. 9Тут ей припомнилось, как, бывало, старушка, сидя за работой, тихонько про себя подпевала, приведи, верите-но, жениха мне под окно. 9И что бы вы думали? 1Веретено вдруг у нее из руки вырвалось да к двери, шмыг! 3А когда она в изумление вскочила с места и посмотрела вслед веретену, то увидела, что оно веселехонько по полю скачет и блестящую золотую нить за собой утянет. 9А там и из глаз у нее скрылось. 9Другого веретена у девушки не было, а потому и взяла она ткацкий челнок, село за ткацкий стан, и давай ткать! 9А веретено тем временем скакало да скакало, и как раз в то время, когда уж намотанная на нем нить к концу подходила, веретено нагнало королевича. 9- Что я вижу? 9- Воскликнул он. 9- Веретено как будто хочет мне показать дорогу! 0- повернул он коня и поехал по золотой нити обратно. 9А девушка сидела за своей работой и пела. 9Челночок, ты мой проворный! 9Тки дружку ковер узорный! 9И тотчас выскользнул у нее челночок из рук из-за двери, шмыг! 9И перед самым порогом двери начал он ткать ковер, да какой ковер-то! 9На том ковре по бокам розы долили, а посредине, на золотом поле, протянулись зеленые нити растений, и между ними зайчики да кролики поскакивают, 9олени да козочки головки вперед выставляют, а вверху в ветвях сидят пестрые печушки, совсем как живые, только песни не поют! 9А челночок зная со стороны на сторону так и снует, так и носится, и ковер под ним будто сам растет! 9Как выскользнул у девушки челночок из рук, девушка село за шитье, держит иглу в руках да подпевает, мы с иголочкой вдвоем… 9Хорошо украсим дом! 9И иголка тоже еркнула у нее из рук вдвоей носиться по комнате, как молния! 5Можно было подумать, что за убранство принялись какие-то неведомые духи, там стол зеленой скотеркой накрыли, а лавки зеленым сукном обтянули, 9там стулья бархатом прикрыли и на окна шелковые занавеси навесили! 9И едва только иголочку последний стежок сделала, как уже сиротка увидел в окошко белые перья на шляпе королевича, которого веретено привело по золотой нити! 9Сошел он с коня, переступил через ковер прямо в дом и, чуть вошел в комнату, видит, что девица стоит в своем бедном платьице и словно роза цветет! 9- Ты самая бедная и самая богатая изо всех! 8- сказал он ей. 9- Пойдем со мною и быть мне невестой! 8Она молча протянула ему руку. 6А он ее поцеловал, усадил на своего коня и привез в королевский замок, где свадьба была отпразднована превеселая. 9А ее веретено, челнок и иголка положены были в королевскую казну на хранение и хранились в великом почете.